Сегодня покажу простое упражнение, оно поможет легко отмечать горизонтальные уровни, а при регулярной практике сможете хорошо прокачать этот навык. Смотрите на график, как здесь лучше отметить уровень. Так, а может так, или так. Чтобы ответить, нужно разобраться, как двигалась цена в этих зонах. Перерисуем их на отдельном листе. Нарисуем для первого участка движения цены каждой свечи. Соединим их в одну линию, а потом спримим лишние волны. Дальше все то же самое проделаем со вторым участком. В итоге получили два движения без потери важных минимумов и максимумов. Возвращаемся к графику и переносим на него полученные линии движения цены. Отмечаем максимумы на первой кривой и проводим уровни. Отмечаем минимумы для второго участка и тоже проводим уровни. Первая зона поглощает уровни второй, поэтому объединяем их в одну. Теперь проверим, как реагирует цена на отмеченный уровень. Реакция очевидна. После пробоя цена точно подтвердила уровень. Думаю, общая идея упражнения понятна. Теперь разберем на примере, как его делать шаг за шагом. Для этого берем на графике любой участок, где был разворот цены, 3-5 свечек, не больше. На отдельном листе бумаги, удобнее в клетку, рисуете каждую свечу и соответствующую ей волну. Затем полученную линию упрощаете и возвращаете на график. Отмечаете максимумы и проводите уровни. Убираете внутренние линии и объединяете в одну зону. В чем цель упражнения? Выполняя его, вы учитесь сначала на бумаге, а затем в уме представлять движение цены, отмечая точки разворота. После чего будет гораздо проще свести их в уровень. Показал только одно упражнение. Но в описании есть ссылка на план с перечнем упражнений и ссылками на видео. Если решите по этому плану пройти у меня обучение, пишите и мы договоримся о первом бесплатном дистанционном занятии. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok